Около сотни ярких и очень мощных автомобилей приехали сегодня на трассу РДРС Рейс Парк, где в эти дни проходит вот уже в 23-й раз фестиваль суперкаров Анлим 500+. Уникальное в своем роде событие. На территории бывшего аэродрома Быково можно было отыскать заряженные Ламборгини, Феррари, Макларены, Порше с десяток Ниссанов GTR и машины других марок. Их объединяло одно – бешеная мощь под капотом. Не менее полутысячи сил. А самых быстрых выявляли в парных заездах – соревнованиях по дрэгрейсингу на увеличенной до полумиле дистанции. Участников разделили на классы и подклассы в зависимости от типа кузова, привода и пиковой мощности. Прошедший Анлим 500+, вероятнее всего, стал последним, где гонкам допускали машины, развивающие свыше двух тысяч сил. Небезопасно, объясняют организаторы. Мы заканчиваем гонку вооружений, где действительно машины становятся очень опасными, очень. Поэтому будем менять формат. Поэтому нам предстоит огромная работа с организаторами для того, чтобы найти тот правильный баланс между красотой, мощностью и, самое главное, безопасностью. Чтобы он был интересен и участникам, и зрителям. Гонками суперкаров программа Анлин 500+, не ограничилась. Зрители могли полюбоваться ретромобилями кастом-мастерской Mad Buckets. А для самых маленьких гостей фестиваля организаторы предусмотрели детскую зону – автогородок и батут. А пока поклонники дрэгрейсинга наслаждались атмосферой Анлин 500+, хоккейные фанаты поддерживали сборную России в финальном матче группового этапа Чемпионата мира против Беларуси. Коллективный просмотр игры состоялся в фан-зоне красной машины в фудмоле Депо Москва. Здесь потрясающе. Хорошо, что мы вовремя об этом узнали, потому что смотреть, конечно, с таким количеством болельщиков – это потрясающе. Атмосфера дает о себе знать полностью. Потому что здесь вот как-то очень… У нас привели сюда дети, а им очень нравится болеть. Приучаем детей к сборке. Особенно, когда сборная побеждает, и это эмоции непередаваемые. Все-таки, когда в кругу людей, это ни с чем не сравнится. Это настоящие эмоции. Из своей группы Россия ожидаемо вышла, однако все же потерпела поражение в четвертьфинале, уступив будущему победителю чемпионата сборной Канады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова